Я Андрей Зубов, это 365 инфо Здравствуйте, сегодня у нас в гостях наш известный казахстанский политолог Замир Каражанов Мы попробуем поговорить о достаточно сложной теме Это кадровая политика в Казахстане Это формирование управленческой элиты, роль молодежи и так далее Замир, вот последние события, касающиеся земельного вопроса События в Ак-Тубе, они показали, что какой-то системный сбой все-таки присутствует у нас И многие склоняются к тому, что надо ожидать известной ротации в кадрах, в управленческих кадрах Я знаю, что такая ротация идет, вы об этом писали в своих статьях Что вы можете сказать, какая тенденция у нас сейчас? Да, и сразу второй вопрос в догонку Какова роль балашаковцев в этом вопросе? Ну, добрый день, прежде всего По поводу ротации, конечно, она сейчас происходит И для нас, конечно, для Казахстана это была шоковая ситуация Потому что, вы сами знаете, Казахстан всегда считался очень стабильным государством На постсоветском пространстве Здесь получился такой казус И, конечно же, скажем, политическое руководство страны пытается восстановить вот эту стабильность И восстановиться, в том числе, за счет кадровых перестановок Потому что, понимаете, речь шла не только о тех терактах, которые были в Ак-Тубе Речь шла и о земельной реформе, и о тех волнениях, которые происходили в обществе И, конечно, все это, как говорится, получилось в одной кастрюле И получился очень достаточно взрывоопасный бульон И вот то, что сейчас видим, мы как раз и наблюдаем попытку, скажем, создать какое-то равновесие Опять создать, которое будет гарантировать какой-то элемент стабильности И, допустим, можно это заметить по недавнему назначению Министра сельского хозяйства, сделали его вице-премьером Ну, мы прекрасно знаем же, допустим, что помимо того, что, как говорится, он в Порше Занимал пост главы Южно-Казахстанской области А это, в общем-то, аграрный такой регион в нашей стране Он все-таки еще и занимался идеологической работой И, мне кажется, вот эти две комбинации То есть информационная работа и хозяйственная Она как раз необходима для того, чтобы проводить земельную реформу в стране Тем более, что это проводится не только для агросектора Но это для привлечения инвесторов И об этом говорил глава государства Так что сейчас такие перестановки происходят Даже появилось, скажем, новое ведомство собирается создать по миграции Это тоже довольно-таки актуальная проблема Казахстана не только в плане стабильности Потому что, вы знаете, что там, где есть неподконтрольная эмиграция Там обычно возникают какие-то волнения, напряжения Но это еще и, опять же, связано с какой-то степенью экономикой По крайней мере, я хотел бы на это рассчитывать Чтобы, скажем, такие аспекты, как трудовая эмиграция Как привлечение, скажем, интеллектуального труда в Казахстан Чтобы оно как-то стимулировалось в нашей стране И, конечно, в данном случае необходимо, скажем, создание такого министерства Я думаю, что там, наверное, тоже будут какие-то назначения поставить каких-то людей И я думаю, что это, конечно, будет тоже в какой-то степени компетентно в своей области Ну а по поводу балашаковцев Балашаковцев, конечно, это проблема довольно-таки, скажем, актуальна для Казахстана О ней говорили не первый год И я уже, сколько помню, уже, наверное, где-то с 2000-х годов Говорят они о том, что необходимо привлечь, скажем, эту группу в руководство страны Но фактически остается, мы признаем, что на самом деле, что, скажем, ставка на балашаковцев Это все-таки до сих пор остается мифом каким-то Да, вот смотрите, в 2008 году президент говорил о том, что надо перестроить работу госаппарата И он очень надеялся на балашаковцев В прошлом году, я знаю, что были озвучены данные В госаппарате, который сейчас насчитывает чуть больше 100 тысяч человек Работают всего 319 выпускников программы «Балашаковцев» Вот, ну это достаточно мало Вот с чем связано Старые кадры не дают молодым Или молодые оканчивают, допустим, по политическим наукам Какие-то факультеты А потом уходят в бизнес или куда-то еще Ну, в принципе, здесь все объясняется достаточно просто Если посмотреть просто на биографию, скажем, нашего политического руководства Или тех людей, которые достигли выше Олимпа в нашей политической модели Вы обратите внимание, что в большей части это люди, которые прошли через один коридор рекрутирования Это так называемый госаппарат Понимаете, там представителей бизнеса мало, представителей науки мало По большей части это бывшие чиновники И вот если посмотреть на госслужбу, то тут все станет на места Дело в том, что попасть в госслужбу – это проблемно Понимаете, я вот посмотрел статистику Оказывается, выясняется то, что людей, которых старше в работе в госслужбе Свыше 10 лет – это 50%, понимаете Это старожилы, по большому счету А тех, которые, скажем, не дотягивают 5 лет То есть, которые новобранцы, да Пришли в госслужбу, их где-то порядка 30% И то не все из них, в конце концов, остаются в госслужбе Кого-то отсеивают, понимаете То есть, проблема в закрытости нашей элиты получается, понимаете Не каждый может попасть в элиту, скажем, в политическую элиту И потому что, простите, у нас в госслужбу не каждый тоже может попасть И по этой лестнице забраться куда-то наверх Для нее проблема Так что, в данном случае, все объясняется гораздо проще И, естественно, вы, наверное, все понимаем То, что, как говорится, это не только знание, чтобы попасть, скажем, в госаппарат Опыт Это опыт И просто об этом тоже признают, скажем, в руководстве страны Есть такой элемент, вы у нас критиковали, скажем, тестирование Так называемый госэкзамен, да, для того, чтобы поступить на госслужбу Это тоже критикало То есть, с точки зрения того, что там тоже она достаточно непрозрачная И, скажем, требуются где-то определенные связи Где-то родственные, наверное, связи тоже требуются Так что, в данном случае, вот это обстоятельство тоже играет свою роль в сдерживании И еще один такой момент, на который стоит обратить внимание Все-таки, когда мы говорим об алшаковцах Мы не говорим о том, что это какие-то сокурсники, одногруппники, да, как обычно Это люди, по большей части, которые закончили вузы за рубежом Это не референтная группа, понимаете У них только одно общее, то, что они где-то учились за пределами страны Но у них нет между собой каких-то формальных или неформальных отношений Поэтому, как говорится, один другого не потянет Вот мы сейчас видим в России, допустим, Путин сидит Кудрин, кто такой Кудрин? Это его друг-товарищ, он его до аэропорта довозил Дмитрий Медведев, это его сослуживец по Питеру То есть, мы понимаем то, что вот, пожалуйста, вся питерская команда, она сидит в Кремле А такого мы не видим в случае с Балашаковцами, потому что, простите, это люди, у них нету никаких между ними каких-то отношений личного характера Понимаете? Так что это обстоятельства очень сильно их сдержит И потом еще один такой момент, это сейчас очень много шума появилось по поводу того, что Валакимов города стал наш молодой выпускник Балашака Ну, не только Алматы, это можно сказать о Шемкенте, это можно сказать о Восточном Казахстане Да, и Западно-Казахстанской области тоже Западно-Казахстан, да Ну, даже вот если брать пример с Алматы, посмотрите, что 5 замов у нашего Акима, да, но из них только двое, выпускники Балашака То есть, пожалуйста, я вам просто говорю, реальная ситуация такова, что все-таки разговоры по поводу того, что Балашаковцы придут куда-то в руководство, политическое руководство страны, все-таки это все-таки остается мифом Оно даже и в нацкомпаниях, кстати, 2% присутствия выпускников Балашака, это тоже, скажем, неплохой показатель, учитывая то, что доля, скажем, государства в экономике, она превышает 40%, да То есть, в данном случае мы видим то, что очень низкое представительство на самом деле выпускников Балашака и как в госсекторе, в квази-государственном секторе, и в том числе и на госслужбе Так что, в данном случае мы понимаем то, что это по большей части остается все-таки мифом Вот вы заговорили о молодых Акимах, мне кажется, что пример с Байбеком, он достаточно удачный Он смог расположить в себе население, ну, не все, конечно, население, но достаточно большую часть за счет вот этих новых технологий Это работа в соцсетях, это создание различных советов комиссии общественных, это постоянное пребывание на каких-то объектах То есть, он в кабинете не сидит Да, может ли быть так, что вот эта модель, она будет интегрирована и в другие регионы И постановка Байбека на такой пост, это такой как бы сигнал старой гвардии Мол, ребята, незаменимых людей нет Ну, давайте вообще начнем с того, что уже сегодня, скажем, выпускники Балашака, они присутствуют в госаппарате Мы это прекрасно знаем, и, в принципе, они присутствуют на уровне зама Акимов, очень широко представлены Вот, скажем, с Байбеком или с Западной Казахстанской области, это редкий случай, когда они стали Акимами То есть, мы видим, в принципе, они добились определенных результатов, но они все-таки не стали представителями властвующего какого-то класса Казахстана Это административные работники, высший, скажем, свой административных работников Но, в любом случае, это уже на ступеньке, скажем, недалеко до того, как, скажем, встать в этот, зайти, скажем, пересоргнуть порог вот этой двери И, скажем, войти в группу очень влиятельных людей, которые принимают решения в Казахстане Второй момент, давайте признаем еще один такой аспект То, что активная политика в Казахстане начинается не с 40 лет Она начинается с 40-50 лет То есть, им еще, как говорится, вот эта смена поколений, она еще впереди То есть, когда вот эти люди, как Байбек, они придут и в классе, станут где-то, где-то министрами станут Может быть, в будущем премьер-министром станут Может, возглавят администрацию президента страны То есть, это у них все еще впереди Потому что, еще раз повторяю, активный возраст у нас не 40 лет Понимаете, у нас он еще впереди Так что, в принципе, все еще впереди у них Ну, и говорить по поводу того, чему это может привести Это тоже интересный вопрос, потому что мы видим Сейчас в основном сидят люди, которые закончили советские вузы Как правило, два образования Как правило, два образования Одно из них партийное Одно из них партийное, абсолютно правильно У многих, кстати, там есть и опыт работы в советском госаппарате Потому что, даже по парламенту, который был мажорист Мы знаем, что там буквально тех людей, которые ниже 40 лет Их на пальцах двух рук можно пересчитать Все остальные выше 40 лет Так вот, у этих людей свой опыт Вот, это опыт хозяйственников, как Ушков там Да, то есть, опыт государственников Но впереди будет, скорее всего, смена поколений И, скорее всего, это будут люди, которые обучались где-то в Европе, где-то в Америке У них будет совершенно другой опыт И мы прекрасно знаем, допустим, прекрасный опыт дает история России Мы знаем, что декабристы откуда они возникли? Была отечественная война Был выход, скажем, военных офицеров в Европу Они видели Францию, они видели Германию Они видели, насколько Россия отстала И насколько Европа ушла вперед Был у нас послевоенный период в 20 веке Это, о, теперь Хрушевская, да Опять же, откуда? Был опять война Был выход советских граждан Советских солдатов в Германию Они видели, какие там машины ездят Какие там дороги шикарные Они дошли до туда, они все это видели Я думаю, что, в принципе, с Балашайкацем Это тоже наши, скажем, выходцы Выходцы, скажем, в Америку Выходцы в Европу Я рассчитываю на то, что, конечно же С этими людьми буду связывать Какую-то, скажем, степень открытости В экономике степень открытости В политике Большую конкурентоспособность Большую конкуренцию поймать Это как раз вот то, что, наверное, будет происходить Где-то модернизация политической элиты И это как раз то, что необходимо Казахстану Для того, чтобы, по-моему, конкурировать Современные Ну, ждать еще, по вашим прогнозам, 10 лет Ну, а что же делать Потому что, по-моему, если брать, скажем, исторические Какие-то примеры Мы прекрасно знаем, что смена элит Она никогда не проходила очень быстро Это такой революционный шаг Он, конечно, приводил к тому, что приходили люди Скажем, в новой волны Но у этих людей не всегда были опыт Скажем, управленческой работы И вот мы сейчас, допустим, хорошо видим по Украине По Грузии По Грузии, да Не все удается, скажем, быстро стабилизировать И политическую ситуацию, и экономическую По-моему, у них начинается какой-то штопор Ладно, я про Грузию молчу У них более-менее такой хороший, скажем, пример Маленькая, да И потом, по-моему, там все-таки Они прислушивались где-то к МВФ Где-то очень активно финансовых привлекали специалистов Но вот, говорю, все-таки Украина Она как раз продемонстрировала Тот негативный пример, когда приходят к власти Одним махом менять Да-да-да, нет никакого опыта Есть большие ожидания по поводу того, что произойдет смена власти Что-то произойдет к лучшему Но, по-моему, надо быть все-таки немножко реалистом И то, что, по-моему, на одних ожиданиях Рост ВВП никогда не произойдет Так что, в данном случае, вот такая проблема существует Так что, тут, что сказать по поводу смены элиты Это довольно-таки сложный процесс Он болезненный процесс И не всегда он, кстати, ведет к каким-то предсказуемым результатам И, по большей части, еще что хочу сказать Все-таки, понимаете, любая элита Это все-таки продукт своего общества Понимаете, продукт зрелости общества Если действительно общество, оно смогло продемонстрировать свою зрелость Если оно внутри зрелое, то у нее и будет такая элита Любой, скажем, лидер, тот же и Обама, да Он тоже продукт американского общества Естественно Да, это процесс перемен в обществе 50 лет назад говорит о том, что будет темнокожая Президент США, это было на грани фантазии Или женщина, которая сейчас одной ногой А сейчас уже все по-другому Ну что же, спасибо вам за такую лекцию, скажем Потому что вы действительно прочитали нам лекцию Будем ждать и будем надеяться С нами был политолог Замир Каражанов Я Андрей Зубов До следующих встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok